И в атаку! Офигеть, он его просто сожрал! Тупо куча дохлых мух, ребята! Вот этого я не ожидал! Что за двойной сэндвич из слона? Это что за бутерброд? Это что, пасхалка на Фредди Крюгера? Хе-хе-хе, пьяный слон! Когда немножко перебрал? Привет! Мы продолжаем играть в Зучозис И сегодня мы полностью взломаем игру! Посмотрим, какие секреты хранятся за текстурами И что интересного мы сможем сегодня найти Будет очень круто, поэтому скорее ставь свой лайк А я Голден Фредди И скорее погнали взламывать! Итак, друзья, мы сразу же появляемся В самом начале нас скипнуто обучение И сейчас мы просто вылетим за текстуры И посмотрим, что же интересного мы сумеем здесь найти Итак, я уж новую игру начинать не стал Давайте полетаем, посмотрим За текстурками много всего интересного Например, здесь у нас целая огромная локация Зоопарка То есть, вот это мы вообще с вами не видели полностью Ничего Здесь получается вход в сам зоопарк Но дальше у нас зоопарка нет Я так понимаю, он загружается по локациям Вон там целый город огромный Но, правда, это просто дома, висящие в воздухе Но тоже выглядит неплохо Не знаю, на что я все это сделаю Вон там вообще какой-то текст вроде бы написан Туда лететь как-то не особо охота Поэтому давайте исследовать само здание Итак, здесь у нас должен быть Кто-то, да, человечек Вот, девчонка наша Уже подвешена, почему-то она белая Ну, я как бы включил свет, чтобы было все ярко видно Поэтому такие вот эффекты Также, друзья, как вы все прекрасно знаете Здесь есть несколько закрытых ящиков Которым можно получить доступ Пройдя игру по вам на все концовки Но мы этого еще не сделали Давайте просто залетим внутрь этих ящиков Посмотрим, что же там находится В первом ящике у нас находится костюм Который одевает девчонка, когда просыпается Во втором ящике уже что-то поинтересно Офигеть Вы только посмотрите, что за прикол Это получается тот самый главный червяк Который внутри каждого животного И из-за него все животные мутируют Которых выпускает мамка Это какая-то планета И внизу у нас как будто бы кислотой все проела И знаете, что мне это напоминает? Скорее всего, это пасхалка Вот этот логотип я точно помню Был в фильме Чужой Если я ничего не путаю, друзья Можете меня поправить Но мне кажется, это пасхалка на Чужого Потому что кровь Чужого Она разъедает металл И вообще любую Ну короче Поэтому в них нельзя стрелять в космосе Потому что она просто разъест корабль Будет разгерметизация и так далее и тому подобное Следующий ящик у нас Дохлые мухи Серьезно? Тупо куча дохлых мух, ребята Вот этого я не ожидал Я ожидал все, что угодно Увидеть в следующем ящике Но только не кучу дохлых мух И в принципе все Хорошо, ладно Следующий ящик, друзья Поехали Какая-то шляпа Это уже интересно А здесь Вау А вот это уже интересно Это хаски Это хаски Кстати, кому нравится порода хаски Поставьте лайк Прикольные собаки Сглубоглазые такие Красивые У нас даже игрушка хаски есть Смотрите Прикольно Какая-то куртка Ну, типа, видно, что зимняя И... Типа, что это? Тыква Ну, Хэллоуин скоро Поэтому Возможно Так, у нас тут есть, получается, мягкая игрушка хаски Прикольная такая И у нее на жопе QR-код Ну-ка, как-то надо сфокусировать Очень быстро летает камера Немножко О! Че там написано? Чего? Сделано в Белоруссии, ребята Всем белорусам привет У вас тут есть QR-код Я не знаю, что будет всего отсканировать Поэтому, если у вас получится отсканировать QR-код И узнать, что же там находится Напишите об этом в комментариях Итак Ну, здесь, я думаю, что очевидная отсылка на фильм Нечто Очень старый фильм Ужастик Я его давно-давно смотрел Но уже особо не помню Там брак каких-то монстров На Северном полюсе На какой-то станции Не помню, что за станция Ну, в общем-то Фильм довольно криповый и старый Кто смотрел Тот, наверное, знает Итак, следующий ящик Ну, следующий ящик Это понятно Этот ящик мы открывали И рисуночки есть Смотрите Монстров То есть это лось Которого мы еще не видели Значит И слон Которого мы тоже еще не видели Вы посмотрите Только новый спойлер К нашим, получается Новым животным Здесь у нас куртка Сотрудника Так Здесь О-о-о, вот это поворот, ребят, зацените, это что такое? Это тот самый мелкий паразит, которых мы ловим и собираем, чтобы пройти до финала игру, которые, собственно, внутри животных поселятся, и внутри нашего героя главного тоже, и, собственно, из-за них животные превращаются в монстр. Вот он, вот он, вот он, вот он, как выглядит. Ну, слушайте, прикольно, прикольно. На самом деле, криповое оружие у него, конечно, если честно, я бы такого увидел, я бы, наверное, очень сильно использовал, даже лапы, смотрите, у него с этими дырками. Ой, какой-то, короче, весь дырявый. Дырявый? Какой-то опарыш, короче, окей. Следующий шкафчик у нас, есть какая-то коробка и будильник. Что? Будильник показывает без 15 и 12. Интересно, а что же у нас дальше? Да ладно, ребята, я не верю своим глазам. Это что, пасхалка на Фредди Крюгера? А вот этого я, друзья, никак не ожидал. Слушайте, тут у нас нож, ну, типа, окей. Это реально пасхалка на Фредди Крюгера. Ну, получается, в нашем случае на кошачьего Фредди Крюгера. Блин, очень прикольно. То есть, это его куртка, это его шляпа. Вот, посмотрите, также у нас есть какая-то, типа, игровая приставка. Не знаю, типа, какой-то джойстик от старой приставки с кнопкой прыжка. Интересно, интересно, к чему это отсылка. Возможно, была какая-то игра про Фредди Крюгера. А, ну и, соответственно, его сапоги. Вот такие вот прикольные ящики с пасхалками. То есть, мы нашли пасхалки на целых три фильма. Это Чужой, Нечто и Фредди Крюгер. Интересно. Так, ну, за этой дверью мы были. Мы здесь всё видели. Здесь у нас офис, ну, соответственно, офис этого главного доктора, который самый злодей, и изучал этих монстров. Здесь можно всё почитать про этих монстров, кстати. То, что они селятся не только в человека, но и в животных, и, в принципе, в жирафов. Проникают они через рот, и вылезают, возможно, тоже. А может, и через жопу. Ну, как бы тут непонятно. Короче, компик. Собственно, наш СиДжей, руку, которого мы находили в игре. Ну, и, в принципе, больше ничего интересного здесь нет. Собственно, вот такая вот локация. Но это начальная стартовая локация. Мы, в принципе, её уже всё посмотрели. Давайте посмотрим, вообще, есть ли... А это мы где вообще? А, это я понял. Так, хорошо. О, блин, это что за скримак? Я сейчас так-то не ожидал. Это, типа, жена главного героя, ребят. Офигеть. Странно, что у неё нос, рот и глаза белые. Блин, ну, выглядят довольно криповые. Руки белые. Блин, я сейчас вообще... Я просто летаю камерой, вылетаю через дверь. Вот, пожалуйста, нате, будьте, здрасте, скример, получите, распишитесь. Женщина, давай ты больше меня не будешь пугать никогда в жизни. Ё-моё, я... Я, если честно, не ожидал... О, главный герой. Ну, главного героя видно только руки, хотя в катсценах мы его видели, как он выглядит на самом деле. Так что, вот такие дела. Здесь у нас обычная морозилка. В принципе, ничего сверхъестественного. Наш паровозик. Здесь у нас, ну, типа, мы можем выезжать. И, соответственно, за этой дверью находится мамка, но, получается, сейчас её здесь нет. Сейчас её здесь нет. Возможно, появляется только в катсценах, но катсцен, я так понимаю, тоже можно взломать при большом желании. Поэтому, если вам зайдёт первый взлом по этой игре, то ставьте обязательно лайки, накидывайте, накидывайте, и мы взломаем игру и вдоль, и поперёк. Посмотрим все катсцены, всё это мы взломаем, сделаем по красоте. Ну, хорошо, в принципе, здесь всё понятно, здесь всё понятно. Я сразу поеду вперёд, и мы попробуем посмотреть на новое животное. Потому что у нас, когда мы прошли игру, открылись дополнительно новые животные. Соответственно, будем ли мы их кормить, я не знаю. Давайте сразу, сразу поедем, просто взломаем игру и посмотрим, как это выглядит. Итак, сейчас мы выберем, к какому животному мы с вами поедем. Их там должно быть четыре новых, потому что их открылось четверо. Давайте посмотрим, ну-ка. Да, друзья, смотрите, у нас открылся слон, бегемот, лось, мой любимый, естественно, и зебра. Ну что ж, я предлагаю, я предлагаю съездить к слонику и посмотреть на него поближе. Почему? Ну, а потому что, чё бы нет, поехали, посмотрим. Как выглядит слон? Реально интересно. Итак, друзья, взлом, конечно, это круто. Но также вышло много других игр, поэтому, чтобы видосов было больше, обязательно проявляйте свой актив. А это комментарии, это лайки, это просмотры и, конечно же, всё вместе взятое. Вот, поэтому, друзья, хотите больше видосов, проявляйте активность на канале, и тогда, конечно же, я буду это видеть, замечать и снимать как можно больше для вас новых крутых видосов. Так, алло, алло, алло. Я сразу скипаю. В принципе, все диалоги те же самые. То есть, игра началась по новой, но с другими животными. Поэтому диалоги можно нам не слушать. Опа, радио. Я думал, песня будет играть. Радио не работает. Ну, ой, подожди, КПК нам не нужен. Нам нужны всякие вот эти вот ампулы с... Ну, не с лекарствами, а для того, чтобы сделать нам, соответственно, какие-нибудь патроны. Соответственно, чтобы посмотреть, как выглядит слон-мутант. Потому что я его ещё ни разу не видел. Я думаю, вам тоже будет интересно. Во взломе это, конечно, будет немного не то, но всё равно посмотрим. Посмотрим, друзья. Итак, я сейчас скрапчу специально себе патроны для того, чтобы уничтожить слона. Мы всё равно прошли игру на хорошую концовку. Нам ещё осталось пройти на другие концовки. Мы это обязательно сделаем. Но сейчас мне бы кельнуть маленького одного слоника такого мохнатого. Сейчас мы это сделаем. Короче, это практически жопа мамонта, только будет жопа слона. Ну, давайте. Собираем патроны, берём оружку и погнали на охоту. Я бы, конечно, спас этого слона, но смысл мне его спасать, если это долго, муторно, неинтересно. А так мы хотя бы посмотрим, как он выглядит в роли, так скажем, огромного мутанта. Ну, слоны реально будут здоровые, скорее всего. Вот он наш вольерчик слоников. Всего лишь три слона. Всего лишь три слона, не так уж и много. И первое, что бы хотелось сделать, погладить слоника, конечно. Привет, мой слонёнок! Нифига ты вырос! Ё-моё, росишки пережал точно. Классно, классно, классно. Нам надо сейчас полетать, посмотреть на карту, на локацию, как она вообще прогрузилась, как она выглядит. Хорошо, пока слонов не трогаем, я полетел. Слоники, я погнал. Итак, давайте посмотрим. Ну, карта, в принципе, не такая уж и большая... Опа, добрый вечер. Тут у нас что-то есть, смотрите. Интересненько. То есть, карта, в принципе, как будто бы сделана так, чтобы по ней можно гулять даже, да? Возможно, разработчики хотели... Ну, типа, у них в планах было сделать игру больше. Но, возможно, из-за времени они этого сделать не успели. Но локация, кажется, как будто бы должна немножечко быть побольше, что ли, наверное. Ну, здесь, в принципе, деревья, ничего интересного. У слонов вольер не такой уж и большой, как мы видим. А, кстати, вон там виднеется наша главная база. Сделано практически как вот, когда мы проходили игру про Бан-Бана. Там то же самое, понимаете, было тоже. Нас увозили на лифте в разной части локации. Ну, допустим. Здесь что-то похожее решили сделать разработчики. Так, а там что за белая штука? Да ладно, ребята! Под текстурами у нас мутант-слон. Офигеть! Нам даже не надо в него стрелять. Он уже здесь готовенький лежит. Эй, тут два! Это что за дабл-слон? Это что за двойной сэндвич из слона? Это что за бутерброд? То есть, а мутировавший слон получается больше, чем обычный. По размеру. Также есть какие-то щупальца. Он похож на самом деле на ктулху. Да посмотри, рожа прям слоновья. Один в один ктулху. Так, можно, кстати, в него залететь. У него кишки. Чуть-чуть. И что-то еще? Ну, жопа-слона, естественно. За это уже можно поставить лайк, друзья. Потому что жопа-слона. Ну, в принципе, что мы ждем? Я думаю, что пора бы нам начать охоту. Я не знаю, кто из слонов проклят. Но мы проверим вот на этом. Опа! Опа! Вот он мутировал, друзья! Ну, наконец-то пошла жаришечка! Так. Я немножко подстрелил не того. Ну, а что бывает? Ну, он прям реально дикий, ребят. Он реально дикий, вы посмотрите. Так, что он бегает? Ну, не ори, не ори. Тихо, 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 тихо. О! О! Началась охота, ребятки. Давайте посмотрим поближе. Получается, слон против слона. Кто же победит? Ну, я догадываюсь, кто победит. И... В атаку! Офигеть! Он его просто сожрал! Жесть какая! Кусто тебе? Он так прикольно ест ими щупальцами, смотрите. Бедный слоник. А? Он прям на него лег! Ты бы хоть отошел чуть-чуть. Ты что на слона? Бедный слон. Блин, ну сорян. Но мы снимаем контент, поэтому... Ладно, давайте добьем монстра. Если в прохождении я всех спасал, то тут уж извините. Тут как получается. Мне тут нет смысла. Это что? Что с ним случилось? Офигеть! У него какая-то броня! Что? Вау, он взорвался. Он взрывается. Нифига себе. Что происходит с ним? Он взрывается и покрывается какой-то фигней. Ой. Все, тихо. Вроде бы пришел в себя. Так, уколчик в жопу мамонта. Поехали! Смотрю, он опять! Он опять мутировал! Офигеть! Офигеть, скример! Он аж через текстуры меня сожрал. О, мужик появился, смотрите. Мужик такой, чё? На руки посмотрел. И офигел. Это было странно. Чё со слоном происходит в этот момент? Я не понимаю. Он мутирует как-то непонятно и превращается в какого-то каменного слона. Это, конечно, жёстко. Ну чё, слоник? Спать! Ты больше не проснешься, я тебе говорю. Хе-хе-хе, пьяный слон. Когда немножко перебрал. Так, всё. Мы, по-моему, слоник откинулся. Ну, как-то так. Как-то так. Что я могу сказать? Монстр прикольный. То есть, его способность у каждого, получается, зверя, но у животного есть своя способность. У кенгуру там невидимость, у жирафа может по стенам лазить. А слон, получается, покрывается какой-то бронёй. Но она ему не особо помогает. Потому что броня легко пробивается обычным дротиком. Поэтому, не знаю. В общем-то, если вам понравился ролик, друзья, с этим взломом, то либо пишите в комментариях, чтобы я взломал остальных животных и также поохотился на них и, соответственно, показал, что они умеют. Но, опять же, в чём вопрос? Делать мне это с включенным светом или всё-таки с оригинальным освещением, как это должно быть? Ну, вот, например, чтобы вам показать вот так вот. Вот в таком мне освещении всё-таки на них охотиться или же с включённым светом. Поэтому, друзья, жду ваши комментарии. Как вы хотите, чтобы было, так и будет в следующей серии. Поэтому такие вот дела. Как по мне, первый взлом получился довольно интересный. Мы нашли кучу секретов в текстурах и в ящиках. Нашли много пасхалок. А также посмотрели на нового монстра-слоника. И это было нереально круто. Надеюсь, ролик тебе понравился, ссылок ты уже поставил. А мы увидимся в следующих сериях за учётец. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok